Всем огромный привет! Сегодня я хочу приготовить, как мне кажется, очень простой рецепт салата, но он интересный, он очень вкусный, очень сытный и, как мне кажется, если заменить один продукт в нем, это майонез, на более легкий соус, то он может быть даже вегетарианским и может быть даже постным. То есть для тех людей, которые будут сидеть на посту, он вполне подойдет. Составляющие доступные, но при этом это не делает его прям простым, когда мы делаем обычный салат, допустим, из капусты или из овощей. Этот салат интересный и его стоит приготовить у себя дома для того, чтобы радовать близких. Продукты, которые мне необходимы, это помидорки свежие, я купила обычные, можете брать по вашему усмотрению, в магазине очень широкий выбор помидор. Крабовые палочки, естественно, выбирайте самые вкусные, потому что от этого и зависит вкус. Здесь у меня фасоль в собственном соку, либо можете взять в томате, но желательно слить с нее соус, чтобы она была без соуса. И можете использовать даже красную фасоль в собственном соку, но, как оказалось, красную фасоль найти очень сложно в данный момент. Почему-то все говорят, что она очень дорогая и не завозят ее в магазины. Взяла обычную белую, в принципе, фасоль есть фасоль, подойдет. Вот зелень, в моем случае это зеленый лук, это укроп. Этот салат вполне себе зимний, как мне кажется, и как раз сейчас самое время готовить такие салаты. Сейчас в первую очередь я измельчаю чеснок, и чеснок должен в этом салате быть обязательным. Я, в принципе, не могу кушать чеснок в свежем виде, потому что, как мне кажется, он слишком острый для меня, но в любые блюда, в салаты я люблю его добавлять, и мне такой вкус чесночный очень даже нравится. А с майонезом так я вообще люблю это все дело очень-очень сильно. Майонез я немного попозже сделаю, сейчас я занимаюсь нарезкой овощей. Чеснок измельчила, 3 зубчика небольших чесночка мне как раз подойдет. Далее нарезаем крабовые палочки. Их не слишком мелко нарезаем. Ну, вот так. Такими кубиками достаточно. Так как все это я буду смешивать вместе, поэтому все можно ссыпать в одну тарелку. Помидорки помыты, тоже нарезаем небольшими кубиками. И последнее, что у меня осталось измельчить, это зелень. Я использую и укроп, и лук. Так уже все нарезаем очень мелко. Осталось мне к нарезанным овощам и крабовым палочкам добавить фасоль. Все это немножко нужно посолить. И черный перчик, молотый, добавляем немножко. И все это сверху я буду заправлять майонезом. Перемешиваем наш салат, и он практически готов. Вот так сейчас выглядит мой салат. И я скажу, что на первый взгляд вы можете недооценивать этот рецепт, потому что он кажется слишком простым для праздничных рецептов. И может быть очень сложным для повседневного использования. Но я скажу, что этот рецепт того стоит. Вы только попробуйте на вкус, и вам сразу это все понравится. За счет того, что здесь присутствует свежий помидор и зелень. Он кажется очень свежим, очень легким на вкус и сытным за счет фасоли. Не знаю, как вы относитесь к фасоли, но мне кажется, что это тот продукт, о котором все немножечко подзабыли. И нужно вспоминать старинные рецепты, где наши бабушки готовили с фасолью очень много блюд, и которые действительно забылись. Этот салат относится к тем салатам, которые в моей семье, я думаю, очень хорошо приживутся. И очень-очень вкусный, очень легкий. Обязательно экспериментируйте. Если вам не нравится заправлять салат майонезом, хотя это зимний салат, и зимой всегда используют именно майонез, можете использовать какой-то соус майонезный. В любом случае экспериментируйте. На этом у меня все. Я желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока!